Здравствуйте! Серьезное ДТП случилось в Мотовилихе. На перекрестке улицы Уральская и братьев Вагановых перевернулся реанимобиль. Перед этим он столкнулся с другим автомобилем, а после опрокидывания залил еще одну легковушку, которая подъехала к светофору. Это видео нам прислали очевидцы, которые сняли последствия ДТП при помощи камер мобильных устройств. Сразу после аварии к реанимобилю устремились прохожие и люди из автомобилей, проезжавших мимо. Они помогли выбраться медикам из кабины «Газели». Одного из сотрудников скорой помощи сразу поместили на носилки. В этом ДТП люди получили различные травмы. Почему так? Отнимали все пусто и ясно. Бесплатно, все и много подъезжения. Это позволит вам найти идеальную тень. Как сообщили в ГИБДД, реанимобиль столкнулся с кроссовером Nissan X-Trail. Это произошло на перекрестке. Водитель скорой двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной. Кто виноват в ДТП, установят после изучения всех обстоятельств. В результате данного ДТП предварительно пострадали водители скорой медицинской помощи, медбрат, врач-реаниматолог и медсестра. С травмами головы они все были доставлены в больницу. Мы будем полностью устанавливать и причину выезда скорой медицинской помощи на перекрестках. Ну и, конечно, будем смотреть переносы со стороны автомобилей национальных стрелок. Слишком много воды. Режим ЧАЭС. Проливные дожди привели к введению режима чрезвычайной ситуации в Нытвинском районе. Как сообщает региональное управление МЧС России, это связано с переувлажнением почвы. Напомним, перед минувшими выходными власти сообщили о возможном резком ухудшении погодных условий. Режим повышенной готовности в Прикамье ввели в 20 городских округах и муниципальных районах. В Добрянском районе подтопило несколько домовладений в частном секторе, сообщили местные жители из здания «Зори плюс». Вода стоит по коленам и не можем выйти на улицу. Глубина уже около полуметра, а у нас просто нет таких высоких сапог, чтобы пройти. Огороды поплыли, посадки пострадают. Но в целом прогнозируемый поводок в Прикамье так и не пришел. Впрочем, расслабляться не стоит. На 5 и 6 августа в Прикамье вновь ожидают сильные дожди и сильные порывы ветра. Возможно падение конструкций и деревьев, обрывы линий, электропередач. Без жертв не обошлось. Умер один из пострадавших при взрыве на Пермском пороховом заводе. Напомним, инцидент произошел 31 июля. При детонации специзделия произошел взрыв без последующего возгорания. Пострадали 5 человек. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. От полученных травм 4 августа скончался 26-летний Алексей Стародубов. Ранее врачи сообщили, что он получил ожоги 60% тела. Семья окажет материальную помощь, отметил генеральный директор предприятия в интервью РИА Новости. Материальная компенсация пострадавшим будет выплачена в строгом соответствии с коллективным договором и действующим законодательством. Социальные службы завода общаются с семьей Стародубова на предмет организации похорон. Это первое, что необходимо сделать. Все затраты на данное мероприятие завод берет на себя. Как только его проведем, начнем общаться с членами семей, которые претендуют на выплаты. И эти выплаты будут сделаны. Кроме того, гендиректор сообщил, что предприятие застраховало всех работников. Сейчас руководство совместно со страховой компанией решает вопрос о выплатах. Президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс отметил, это действительно произойдет, если события признают страховым случаем. Признание события страховым случаем возможно после получения страховщиком акта технического расследования происшествия. Пострадавшим нужно будет предоставить в страховую компанию заявление, документ, подтверждающий личность и медицинское заключение с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий диагноза. По действующему законодательству за ожоги положено страховое возмещение в размере до 800 тысяч рублей, в зависимости от степени и размера повреждений. За несколько травм выплаты суммируют в пределах 2 миллионов. Реальному пацану реальный срок. В Ферми вынесли приговор 27-летнему мужчине, обвиняемому в организации интернет-магазина, название которого было точно таким же, как и популярный сериал «Реальные пацаны». Сеть наркомаркета была достаточно популярна и охватывала несколько регионов России. Подробности у Евгения Гуляева. Индустриальный районный суд на скамье 27-летний перемяк. Его обвиняют в незаконном обороте наркотиков, отмывании 7 миллионов рублей, добытых преступным путем, а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов. По данным следствия, весной 2017 года он с целью личного обогащения открыл интернет-магазин. Название подобрал узнаваемые «Реальные пацаны». Его идея — Пермь. Тема такая — Пермь «Реальные пацаны». Сериал достаточно популярный. У них и никнеймы были у многих. Вова Селиванова, Сергей Иванович. То есть, как бы, знаем, да, кто такой Сергей Иванович по сериалу. Интернет-магазин «Реальные пацаны» стал быстро набирать популярность, сеть росла. Подсудимый принял на работу 7 человек. Правой рукой организатора был его 32-летний знакомый. Мужчина выполнял роль оптового курьера и по заданию работодателя забирал крупные партии наркотиков из тайников в центральных регионах России. Часть товара Пермяк завозил в города Удмуртии и Тюменской области. Оставшиеся запрещенные вещества доставлял в столицу Прикамья. Фасовал их и раскладывал по тайникам для оптовых закладчиков. Арендовал специальную для этих целей отдельную квартиру, которую никто не знал, кроме его самого. Там он хранил, там же он фасовал, готовил, приготовил и так далее. Приезжал туда 2-3 раза в неделю максимум. Было хорошее отношение к соседям. Деятельность наркомаркета «Реальные пацаны» оперативники полностью ликвидировали в декабре 2017 года. Тогда прошла серия задержаний всех участников и организаторов группы. Помощник главного фигуранта, дело узнав о проводимой спецоперации, даже попытался избавиться от улик. Мужчина вынес из съемной квартиры работодателя пистолет Макарова, боевые патроны и ноутбук с базой клиентов и поставщиков. Полицейские задержали дилера с этими вещами и остатками партий наркотиков в микрорайоне парка. Порошков разнообразующий 100 белого цвета. 15 таблеток зеленого цвета. Банка трехлитровая, так называемая шишка. Организатор пошел на сделку со следствием и подписал досудебное соглашение. Дело рассмотрели в особом порядке. Суд признал его виновным и приговорил к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 400 тысяч рублей. Дело в отношении остальных участников группы сейчас рассматривает отдельно Дзержинский районный суд Перми. Евгений Гуляев, Телевизионная служба новостей. Деньги платите, а страшный подъезд ремонтируйте сами. Жители пятиэтажки в микрорайоне Крухолево оказались вынуждены самостоятельно приводить в порядок помещения, пострадавшие при пожаре. По словам собственников квартир, управляющая их домом и компанией от своих обязанностей уклоняется, ссылаясь на отсутствие финансов. При этом плату за обслуживание пятиэтажки насчитывает регулярно. Ситуацией разбиралась наша съемочная группа. Проблем в этом подъезде, говорит Владимир, предостаточно. От разваливающейся входной группы и закопченных стен до стойкого запаха канализации и неработающего освещения. С решением коммунальных задач уже несколько лет люди вынуждены справляться самостоятельно. Больше трех лет назад тут была несанкционированная бытовка сделана. А тут вот запкнула проводка, ну и пожар случился соответственно. И то, когда пожар случился, пожарники приехали, все потушили, управляющая компания неделю сюда не приходила, ничего не брала. Своими силами подъездом собрались, и это все вытеслили, все отсюда убрали. Недавно Владимир за свой счет отремонтировал неработающий доводчик подъездной двери, вкрутил новую лампу и заменил осветительный плафон на первом этаже. На все мужчина потратил из семейного бюджета 2000 рублей. При этом в платежках за коммунальные услуги жильцы ежемесячно видят немаленькую сумму за содержание жилья. Заявки же на обслуживание, говорит мужчина, коммунальщики игнорируют. 1183, ну это ведь. За такое содержание? Да, каждый месяц причем. Мы делаем заявку, вот я уже в два дня бегаю, как заявку делаю на свадщика, свадщика нету. Обещают все, но свадщика никак нету. Дверь скоро упадет наружу, не знаю, что делать. А насчет ремонта, говорят, денег нету. Застать на месте руководителя компании территория комфорта, которая обслуживает пятиэтажку на Гусарова, нам не удалось. По словам сотрудников, он бывает в офисе не каждый день. А что касается дома со страшным подъездом, им компания не занимается, потому что тот удален из реестра управляемого имущества. Этот факт нам подтвердили в инспекции государственного жилищного надзора. Набросать пятиэтажку ее жильцов на произвол судьбы коммунальщики не должны. На данный момент дом управляющей организации исключен из реестра, в связи с тем, что директор данной управляющей организации осуществлял деятельность без наличия полиционного аттестата. Но при этом в части 3, 5199 жилищного кодекса предусмотрено управление в данном случае до наступления определенных событий. То есть пока вся обязанность по управлению лежит на той управляющей организации, которая была ранее, несмотря на то, что дом из реестра исключен. За уклонение от своих обязанностей нерадивых коммунальщиков могут привлечь к административной ответственности. Для этого жильцам страшного подъезда необходимо написать заявление в ЭГЖМ. Татьяна Овсянникова, Валерий Шакунов, Телевизионная служба новостей. Ползком в гости жильцы одной из квартир в Перми нашли у себя в туалете змею длиной под 2 метра. Рептилия попала туда через трубы канализации. Незваный гость вел себя, конечно, спокойно, но напугать жителей квартиры все же успел. Как подобное могло произойти, выяснял Дмитрий Гаврилов. Необычного гостя многодетная мать обнаружила поздно вечером, вернувшись домой. Зайдя в туалет, заметила в темноте на полу странный длинный силуэт. Включив свет, женщина пришла в шок. Перед ней лежала змея. Хозяйка незамедлительно закрыла дверь, увела детей в комнату и вызвала службу спасения. Этот вопрос мучил и саму хозяйку квартиры. Как змея проникла в жилище? Оказалось, подобное случается нередко. Даже в нашей стране рептилии порой совершают побеги от своих хозяев, любителей экзотической живности. В квартиры соседей змеи обычно проникают через систему канализации. Она достаточно широкая. И не обязательно помещения должны соприкасаться друг с другом. По трубам ползучие гости могут легко подняться с первого этажа до последнего. Так произошло и в нашем случае. Змеи достаточно долго могут содержать дыхание. Соответственно, пробраться по трубам теоретически они могут. История с похожим сценарием, но менее счастливым концом, произошла в Таиланде. Питон длиной в три метра также вылез из унитаза и чуть не лишил тайца детородного органа. Окровавленный от хапорн Бунмакчуай, так зовут мужчину, в одиночку голыми руками смог обезвредить змею. Я боролся и позвал супругу на помощь. Она побежала за соседом. В это время я схватил питона за голову, надавил и сумел открыть ему пасть. А в Канаде увлечение экзотикой закончилось трагедией. Из зоомагазина ночью сумел сбежать питон. Пятиметровая змея по вентиляции проникла на второй этаж того же здания, в квартиру владелицы торговой точки и задушила спящих детей. Но в нашем случае подобного произойти не могло, успокаивает залолок. Задушить он точно не может, хотя бы из-за своих размеров. Питоны могут атаковать жертву, если он где-то в 4-5 раз меньше, чем он сам. Змея не ядовитая, ну несколько маленьких проколов в руке, все, что грозило нашедшим его. В принципе, змеи подобные не агрессивные, они стараются до последнего сбегать контакты с человеком. У пермского питона-беглеца вскоре нашелся хозяин. Им оказался житель соседней квартиры. Он поведал и историю побега, мол, змея выбралась из террариума, выдавив стекло. Специалисты советуют хозяевам рептилий следить за своими питомцами внимательно, ведь некоторые содержат дома и ядовитых змей. Дмитрий Гаврилов, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. От средневековых турниров до боевых операций Великой Отечественной. На территории музея Хохловка состоялся фестиваль исторической реконструкции. Его участникам не помешала ненастная погода. В Прикамье прибыли клубы любителей истории из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ижевска, Республики Башкортостан. В атмосферу прошлого окунулась и наша съемочная группа. Шерстяной кафтан, короткие штаны и чулки, треугольная войлочная шляпа или суконный картуз. Так выглядели солдаты и офицеры русской армии во времена Петра I. Участники клубов военной реконструкции из Перми и Санкт-Петербурга оживили некоторые эпизоды истории начала XVIII века. Опираясь на архивные документы, создали полные копии обмундирования лейб-гвардии Преображенского и Тобольского полков. Показали и оружие того времени. Все это реплики. Основное вооружение тогдашнего солдата – это тульнозарядный гладкоствольный кремневый мушкет или фузея. При Петре использовалось поначалу французское слово «фузея». Вспомогательным оружием является шпага. Но она в значительной степени – это статусное оружие, не основное оружие, чисто вспомогательное. Мы привыкли по фирму «Три мушкетера», что шпага – это такая спица. На самом деле, настоящая солдатская шпага – это вот что-то вот такое. Тогда на Урале и в Сибири строили металлургические заводы, которые необходимо было охранять от набегов кочевых племен и разбойничьих банд. Для этого привлекали не только русских солдат и офицеров, но и шведов, пленных Северной войны. Один из них, капитан Берглин, был начальником Ягошихинского медиплавильного завода. На предприятие было совершено нападение. Именно вот эти банды, казачьи шайки, которые по окаме грабили местное население, значит, в 1724 году подошли к Ягошихе, пытались вспалить завод, грозились убить Берглина, командира. То есть местный гарнизон и мастеровые отбивались. И из Пыскара пришла полурота солдат во главе тоже со шведским пленником. По измельникам, поли! Они догнали разбойников, гнали их до кунгуры, спасли завод в нападении. Подозреваю, что это было не единственное нападение, но это самое известное. Клубы исторической реконструкции воссоздали эпизоды разных временных периодов. Гости Хохловки, к примеру, могли побывать на выставке военной техники времен Второй мировой, а также на стрельбище и прикоснуться к точным копиям оружия. Для любителей Средневековья был организован турнир «Парма-челлендж», где состоялись поединки на стальном незаточенном оружии. Бойцы облачены в доспехи, которые сделаны по историческим образцам. Юлия Зыкова, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей. На этом моя часть выпуска завершена, но «Вечер на рефе» продолжается. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова